Не во всех городах ужесточили контроль и усилили работу над проблемой. Отличились за неделю Славинские и Успенские районы. Больше всего нарушений и самая слабая организация работы. Нет взаимодействия власти исполнительной, силовиков и активистов, председателей ТОСов и квартальных комитетов. В отчетах представителей станицы Брюховецкой, Староминской, городов Горячий Ключ и Крымск ситуации стабильная. Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в красоте и правильности отчетов усомнился. В Лавинском районе за неделю два нарушения правил пребывания иностранных работников. За отчетный период в Лавинском районе поставлено на миграционный учет 919 человек. По месту жительства 89 иностранных граждан, по месту пребывания 850 иностранных граждан. Снято 276. Проживает по виду на жительство 180 граждан, проживает по разрешению 157. За медицинской помощью за 6 месяцев обратилось 2 гражданина. Это Армения и Грузия. И то с простудными заболеваниями. По-прежнему самыми привлекательными городами для иностранцев остаются Сочи, Краснодар и Анапа. Сергей Сергеев призвал участников селекторного совещания не сдавать позиции и продолжать работу на том же уровне. Рассматривать проблему с нескольких сторон предложил начальник отдела МВД в Анапе Андрей Терехин. Первое – это количество поступивших информации от населения Англах на телефоны доверия или сюда в администрационный телефон. Вот этот анализ нам необходимо рассматривать вот тут после совещания. Сколько поступила информации, то есть активность. И второе – количество рейдовых мероприятий. То есть, если мы говорим, у нас на этой неделе 8 рейдовых мероприятий проведено. Прошлая неделя 12 мы даем. Нам нельзя снижать цифры. То есть, это будет на регулярной основе. Профилактическую работу с незаконными мигрантами продолжат до наведения полного порядка во всех городах и станицах Кубани. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион.